Нижний Новгород 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 с теми какого-то клуба работать, то очень тяжело найти себя. Ну, с другой стороны, можно предположить, что будет у нас тренер сборной Семен Антонов. Почему нет? Хорошо звучит. Но это еще будущее, а давайте заглянем все-таки в недалекое прошлое. Ваши впечатления от Олимпиады именно вот со стороны спортсмена. Как вам жилось в Олимпийской деревне? Чем занимались в перерывах между матчами? Каково вообще было настроение в команде? Ведь вы поехали на Олимпиаду, всем понятно ощущение болельщиков. Баскетболисты, ну, а каких успехов ждать от баскетболистов? Да, не делали на вас ставки, но это вот честно. А вас настраивали на что? На победу? И вот с каким настроением вы приехали в Лондон? Конечно, мы летели туда с одной целью – побеждать. Ну, не прямо… Ну, конечно, у нас была мечта взять медаль, но основная задача была побеждать в каждом матче. И задача минимум была выходить из группы в четверть финал. И постепенно мы набирали, наверное, с каждой игрой, с каждой победой уверенность в своих силах. И, как говорится, аппетит приходит во время еды. И, наверное, во время Олимпиады у нас пришел такой аппетит, что именно завоевать медаль. Когда прошли четверть финал, то мы уже поняли, что у нас есть две игры, чтобы завоевать одну медаль. Любого достоинства, неважно, бронза это или золото. Мы все это прекрасно понимали. И отдали все силы, чтобы ее завоевать. Вот редкий случай, когда фраза «отдали все силы» даже пафосом не отдает. Ну, потому что реально «отдали все силы». И все-таки я вернусь к вопросу, который, наверное, болельщикам интересен. Комфортно ли вам было жить в Олимпийской деревне в Лондонской? Да, мне очень понравилась Олимпийская деревня. Это не передать словами всю эту атмосферу, когда спортсмены с разных стран мира ходят, да, с тобой общаются, все приветливые, даже несмотря на то, что кто-то, допустим, сегодня проиграл, проиграл, другой победил, все общаются, обмениваются какими-то значками. Ну, лично баскетболисты, многих ребят знаем из других стран, да, потому что многие играют в чемпионате России, стояли, болтали, обсуждали, кто как сыграл, кто какую тактику подобрал к следующему сопернику. Но мы, конечно, свои козыри не раскрывали, мы, наоборот, обманывали всех. По поводу тактики, сразу как человек много лет занимаешься баскетболом, хочу спросить, почему вот сейчас, в наше время, в баскетбольных матчах порой иногда такой маленький счет? Разучились забивать? Нет, конечно, забивать все умеют, да, любой может забить, любая команда может забить 100 очков, да, но не каждая команда сможет позволить забить 60 или 65 очков. Баскетбол стал очень современный, да, наверное, все понимают, что в нападение может не пойти, да, у лидеров и все. Тогда что делать? Приходят, все защищаются командой, ну, кроме, наверное, сборной США, которая выходит и всем забивает по 130-140 очков, и им нужна защита. Это потому что у НБА такая тактика игра? Я думаю, что да, но и, если честно, мне кажется, Америка пока надвигала улы сильнее всех вообще в мире. Нет у вас в каких-то таких потайных мечтах сыграть за НБА? Конечно, есть, наверное, мечта любого профессионального баскетболиста попробовать свои силы там хотя бы один сезон, ну, посмотреть, побывать, повариться в этой кухне, да, узнать, как это вообще играть в сильнейшей лиге мира. И, я думаю, там колоссальный опыт, когда ты играешь с лучшими игроками, да, планеты в одной лиге, это бесценный опыт. Ну, все впереди, Лиха Беда, начало. Я напомню, у нас в студии бронзовый призер Олимпиады Семен Антонов, баскетболист нашего клуба «Нижний Новгород». Это неприятно, потому что Тезкин наш клуб вместе с нашим радио. И, Семен, мы, когда смотрели награждение олимпийских чемпионов, слышали, как наше верховное руководство страны давало всем олимпийским чемпионам наказ пойти 1 сентября в школы, поговорить с подрастающим поколением, зарядить их, наверное, вашей энергией, вашей верой в победу. Вы пойдете в 1 сентября в школу? Да, конечно, пойду. Специально меня отпустили с тренировки, чтобы уделить время, чтобы, не знаю, дать какое-то напутствие, может быть, ребятам, чтобы показать, что... Не сказать, что это какой-то пример, но что есть к чему стремиться, что можно не только... Кто-то может выбереть спортивный путь, да, тоже станет увлекаться баскетболом, но чтобы у ребят была своя цель, своя мечта, и чтобы они ее добивались, конечно, если они пойдут в спорт, это будет очень здорово, но если кто-то выберет танцы или рисование, это их выбор, пускай стремятся и верят в свои силы. Ну, по крайней мере, то, что победа вполне достижима, если ее добиваться, это уж тут-то выточный пример. Пришел вопрос, это в нашей группе ВКонтакте, радио Нижний Новгород, задает человек вопрос, каким образом лично Семен видит развитие нижегородского баскетбола? Вот так вот стратега вы будете, Семен, а не только тактика. Я думаю, развитие все упирается, скорее всего, в финансовые возможности. Конечно, по всей области нужно строить какие-то баскетбольные, не может быть, не баскетбольные центры, но хотя бы баскетбольные залы, чтобы дети со всей области ходили, занимались. Ну и, конечно, было бы здорово создать какой-нибудь, может быть, интернат, при помощи правительства Нижегородской области, при помощи спонсоров, чтобы талантливых детей с области собирали в одном месте и их тренировали. Если бы в моем родном крае была команда, выступающая в самом высшем дивизионе, я бы хотел играть в своей родной команде, себя на родине для своих зрителей, для своих родителей. Про высший дивизион заговорили. Какие ближайшие планы у баскетбольного клуба Нижний Новгород? Мы сейчас проходим подготовку к сезону, тренируемся. Еще отсутствует несколько игроков, которые выступают за свои сборные на квалификации к чемпионату Европы в следующем году. Буквально через неделю мы уезжаем на трехнедельный сбор, где будет много товарищеских матчей, спаррингов, в которых мы проверим свои силы, сыграемся. И приходите, болейте за нас, нам нужна ваша поддержка. Теперь уже не просто с удовольствием, а с огромным удовольствием, я бы сказала. Спасибо вам большое. Мы еще раз вас поздравляем. И еще раз от имени всего коллектива «Радио Нижний Новгород» я хочу сказать, насколько мы вами гордимся. И вот то удовольствие, которое мы получали, следя за вашей игрой, оно дорогого стоит. Все ваши труды не зря. По крайней мере, миллионы людей действительно радовались этому. Так держать и ждем следующей Олимпиады, чтобы поздравлять уже с золотыми медалями. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, в гостях в нашей студии был бронзовый призер Лондонской Олимпиады 2012, баскетболист Семен Антонов. Удачи вам.